Малый Иерусалим Туристический маршрут Малый Иерусалим – это успешный бренд курортной Эвпатории. Но, как известно, любой бренд нуждается в продвижении, для чего применяются разные маркетинговые технологии. Вот и сотрудники культурно-этнографического центра «Малый Иерусалим» во главе с директором Александром Миламедом буквально с первых дней его создания задумались о брендировании самого туристического маршрута и разработке его фирменного стиля. Они обратились к известному крымскому дизайнеру, арт-директору студии графического дизайна из Симферополя Ольге Степановой, автору эмблемы города Эвпатории. В результате, после нескольких месяцев глубокого исследования исторических фактов, общими усилиями родился оригинальный фирменный стиль или бренд-бук туристического маршрута «Малый Иерусалим». Логотипом маршрута стал фирменный знак с изображением древа жизни, которое образует, объединяясь и переплетаясь, символы традиционных для эвпатории религии – христианства, иудаизма, ислама и караимизма. В результате, бренд известного в Крыму туристического маршрута стал активно работать на формирование положительного имиджа города. За последние годы здесь значительно увеличился приток туристов. А министр курортов и туризма Крыма Сергей Стербицкий, когда ему презентовали бренд-бук «Малого Иерусалима», предложил евпаторийцам заявить о себе на рекламном форуме престижного пятого международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде, где собираются ведущие игроки рекламной и туристической индустрии страны. И в конце сентября 2016 года Александр Меломед представлял туристический маршрут «Малый Иерусалим» на российском бизнес-симпозиуме, в котором участвовали представители региональных и муниципальных органов власти, лидеры общественных организаций в сфере туристического и гостиничного бизнеса, маркетинговых коммуникаций, рекламного бизнеса из более 20 регионов России, а также эксперты отрасли. Это и президент российского отделения Международной рекламной ассоциации Борис Еремин, ИСО-председатель комитета торгово-промышленной палаты по рекламе рекламного совета Нижегородской области Сергей Стишов, директор компании сети брендинг Василий Дубейковский, директор компании Стас-маркетинг Андрей Стась и другие. В Нижнем Новгороде Александр Меломед получил от экспертов актуальную информацию о современных достижениях технологий брендинга территории, маркетинговых коммуникаций и рекламы, основных изменениях и перспективах туристического и инвестиционного рынков, законодательных инициативах в сфере развития социальной рекламы. В свою очередь, что очень престижно и важно, участники форума узнали о таком перспективном проекте, как Евпаторийский туристический маршрут «Малый Иерусалим». Для бизнес-форума в Нижнем Новгороде мы подготовили целую линейку брендированных сувениров маршрута «Малый Иерусалим». Это и тарелки, и кружки, и сумка даже у нас есть, и футболки. Причем постарались сделать их как и в обычном понимании сувенира, так и в дизайнерском понимании. Такую тарелку будет не просто, допустим, взять, но и как-то ее кому-то показать, что вот смотри, как художественно сделано. Футболки, ручки, чашки, тарелки, все повезли с собой, и докладчикам на бизнес-форуме раздали, они были потрясены. В целом наша презентация прошла очень успешно, и по итогам, можно сказать, этого бизнес-форума нам предложили участвовать в различных рекламных фестивалях с нашим логотипом, с нашим брендом, вплоть до Каннского фестиваля рекламы. Вот такая у нас позитивная поездка была, очень многое подчеркнули для себя, для того, чтобы использовать у нас в городе. По итогам рекламного форума пятого международного бизнес-саммита была принята резолюция и даны рекомендации для органов законодательной и исполнительной власти и бизнеса. Что касается Александра Меломеда, он подчеркнул там несколько прогрессивных идей. И одну из них, на которую рядовые рекламщики, как правило, не обращают внимания, уже реализовали в Евпатории. Это работа по воспитанию патриотизма, а начинается он с любви к городу. Именно для евпаторицев в октябре-ноябре на маршруте Малый Иерусалим стали проводить бесплатные экскурсии, чтобы они больше узнали о прошлом и настоящем родного города, познакомились с его достопримечательностями. И обо всем этом потом рассказывали своим детям и внукам, приглашали сюда гостей курорта. И на вопрос, а что интересного есть в Евпатории, отвечали – маршрут Малый Иерусалим. Кстати, мы хотим и просто привлечь жителей города, и привлекать, допустим, предприятия, таксомоторные парки, именно те, которые работают с туристом, трамвайное управление. То есть отдельно для таких предприятий делать отдельные экскурсии, инфотуры такие по маршруту Малый Иерусалим с посещением объектов. Это и предприятия санитарно-курортные, направленности, пансионаты, отели. Вплоть до того, что каждая горничная могла сказать, что обязательно посетите маршрут Малый Иерусалим, не пожалеете. Параллельно с рекламным форумом в Нижнем Новгороде, город презентовал маршрут Малый Иерусалим еще в нескольких конкурсах в номинации «Лучшее место для событийного туризма». Один из них проходил в Севастополе, другой – в Ханты-Мансиске. В них был представлен проект «Летние вечера на Краимской», который отметили заслуженными наградами. Что сегодня представляет собой маршрут Малый Иерусалим? В работе над брендом маршрута мы выделили два направления, которые, по нашему мнению, описывают маршрут Малый Иерусалим и что мы стараемся на этом маршруте делать, помимо привлечения туристов. Первое – это мы обозначили все составляющие нашего маршрута. В частности, что такое маршрут? Это история и архитектура, это религия и толерантность, это этно-кафе и рестораны, это народные промыслы и ремесла. И это, конечно же, фестивали разных культур, наши любимые «Летние вечера на Краимской». И когда мы обозначили эти составляющие маршрута, мы стали работать над миссией. А что же, в чем же наша миссия, что мы хотим сделать полезного, да, или куда мы идем? У нас получилось три составляющие нашей миссии. Первое в нашей миссии – это изучение, сохранение и развитие исторического наследия, которое нам досталось в Евпатории и в целом в Крыму. Второе – это воспитание межнациональной толерантности и межконфессионального согласия на примере объектов, расположенных на маршруте Малый Иерусалим. И третье – это популяризация и продвижение нашего региона на туристическом рынке Крыма и России. Чтобы быть современным, нужно в чем-то стать современнее других. И в этом плане туристический маршрут «Малый Иерусалим» по своей сути сегодня наглядно показывает конкурентные преимущества и, соответственно, большую ценность и значимость. Валентина Лавренко, Алексей Гладков, Евпаторийское время.